о чем не пробовал, чего не пробовал, о том не привык говорить и размусоливать вот это как я гадал Кааза без пи*** и глаза то есть гадать на кофейной гуще не хочу и вам рассказывать эту туфту, чушь и бред вот этот друзья, всем привет, с вами снова Говорящие Руки ребят, давно этот ролик напрашивался, очень давно, больше года наверное я все хотел, собирался его снять, собирался, собирался, в итоге собрался, речь пойдет сегодня о смягчении самогона, тех ингредиентах, которые добавляю я конкретно, я в первую очередь, что нам понадобится нам понадобится сортировка, для этого мы возьмем чистую посуду и смешиваемые вещества должны быть идеально чистые, для этого мы возьмем с вами чистейший стаканчик нальем от него чистейший спирт спирта нам понадобится литр точнее литр 250 литр и 250 мл ну видно надеюсь спирт в воду или воду в спирт тоже задают частый вопрос ребят, вообще по барабану, как это будет происходить чистейшая водица а точнее она после фильтра обратного осмоса заливаем до верху ну вот так вот ой, помутнело посмотрите-ка, помутнело конечно же я пошутил она абсолютно прозрачная кому блин, чтобы легче было достать кому не верится вот это у нас 40-70 конечно он сейчас будет показывать больше потому что нагрелся продукт, да показывает он там 43 что ли ну не суть вообще, ребят так вот что нам понадобится дальше давайте сначала расскажу, как делаю я а потом кому интересно останьтесь послушайте кому не интересно вырубайте и все далее я беру обыкновенную декстрозу вот такая вот у меня она не столовая она не чайная она десертная ложка кто со мной травил СПН-ку тот помнит такие ложки и вот такую ну, можно сказать с горкой можно сказать без горки такая средненькая прям 3 ложечки, ребят вот не стоит бояться что он помутнеет ложку ополоснем и вот в такой банке я храню ванильный сахар прям вообще на кончике вот так вот беру ванильного сахара туда и все и размешиваем вот и все никаких секретов здесь нету потому что на комментарии я частенько отвечал ну, говорил об этом кто-то писал мне в личку спрашивали Сергей что за секретные ингредиенты ничего тут секретного нет, друзья все тут просто элементарно эта информация есть в интернете просто кому лень читать тот ищет в ютубе и найти ну, там не может не знаю а все элементарно вот она потихонечку начинает пузырьки сбиваются размешиваются на маху быстро если при комнатной температуре да вот сейчас тем более она теплая растворяется прям бегом давайте подождем сейчас чтобы она стала прозрачной ну вот, ребят прошло буквально две минуты и наш самогончик стал кристально чистым и без единой без единого намека на какую-то полисенцию там помутнение еще что-нибудь вот так вот делаю я по всем канонам самогоноварения эта баночка должна постоять спирт с водой пожениться декстроза тоже вместе с ними участвует в этом процессе бракосочетания да скажем так декстроза очень сильно умягчает самогон он становится гораздо приятнее ну при употреблении питча да скажем так запах ванили практически не чувствуется но кто-то говорит что бывает такой рисковатый запах ванили убивает его напрочь то есть сама не пахнет как таковая вот если ее понюхать нет не пахнет и спиртом ну конечно пахнет но не как водкой противно а просто мягенький приятный продукт в принципе неделю там ждать не обязательно когда они все это проделают все эти свои брачные дела в принципе остудить и можно употреблять станет он мягче да еще потом попозже но если вам не к спеху то попробуйте для скептиков скажу вы сделаете эксперимент вот без декстрозы и с декстрозой и прям теплым попробуйте выпить абсолютно разные продукты это я вам вот руб за 100 говорю что абсолютно разные продукты теперь хотелось бы поговорить о других давайте я эту закрою эту баночку закрою пить я не собираюсь пускай идет на отдых ничего страшного хотелось бы поговорить о других компонентах это вот декстроза обыкновенная глюкоза декстрозы моногидрат вот так же люди умягчают лимонной кислотой глицерином глицерин видите он такой сейчас дома жарко на самом деле он еще гуще это у меня осталось тех времен когда я парил облака пускал вг вон видите вг есть пг есть вг пропилен гликоль вг глицерин мешают ну вообще глицерин образует вот именно вот эти облака образует именно глицерин он пищевой за 6 лет парения я ну наверное бочку 200 литровую точно спарил вот этой вот чему за не могу сказать потому что глицерин относится к спиртам это трехатомный спирт поэтому всегда я считал что парение ну безопасная вещь пропиленгликоль по моему двухатомный спирт друзья чуть сюда втешусь забыл сказать по дозировке это 5-10 мл на литр люди льют глицерина не знаю по моему говорил уже да что я не пробовал поэтому не знаю и забыл сказать про жидкую глюкозу тоже добавляют ни разу не пробовал поэтому ничего сказать не могу едем дальше также люди смягчают свой продукт еще и медом простым сахаром да много-много кто во что гораст ребят скажу вам что сахар тоже пробовал сахар отнюдь не вариант хуже декстрозы блин кажется как будто она темная потемнела нет сахар дает какой-то привкус я не знаю мне неприятный поэтому лично я не рекомендую лимонная кислота в интернете много всякой информации о добавлении лимонной кислоты от 2 до 10 грамм скажу вам что пробовал я 4 почему 4 потому что брал просто литр воды по грамму добавлял размешивал и пытался понять как вот для меня кислинка когда появляется так вот на 4 граммах уже появляется небольшая кислинка то есть 3 грамма вы еще не чувствуете кислоты 4 вот она прям тока-тока-тока ну и поэтому самогон именно в сортировку я добавлял 4 грамма не скажу что какой-то вау результат но да самогончик он такой становится ну я не знаю помягче что ли пьется запаха при этом тоже не дает никакой кто-то использует лимонную кислоту сейчас скажу честно ни разу не пробовал во-первых я понимаю что напиток сразу станет мутным либо лайм либо лимонную кислоту туда добавить пропилен ой пропилен глицерин глицерин я тоже ни разу не пробовал хотите попробуйте сходите в аптеку возьмите пищевой он там очищенный до 99% на самом деле вранье там 95% потому что он очень гигроскопичен он впитывает воду где-то постоял там не знаю с приоткрытой бочкой на складе и в нем воды больше больше процент чем на самом деле пишут почему я дальше не стал продолжать с лимонной кислотой не знаю ребят как-то на каком-то подсознании что ли спирт кислоты все как-то это ну не очень поэтому только поэтому поэтому только поэтому извините за тавтологию в общем ну не знаю не стал остановился на этом и пользуюсь вот этим уже не один год и мне моим друзьям всем кто употреблял мои напитки всем нравится другое дело скажу о дистилляции ректификата да это бомбический бомбический продукт и даже в него я добавляю иногда декстрозу он пьется хорошо он не пахнет но декстрозу иной раз все равно сыплю продукт получается вообще ну бомба бомбезная вкус вкусный по-другому не знаю как сказать но тем не менее продукт просто шикарен просто с сортировкой это тоже прокатывает поверьте поверьте и попробуйте и потом ну не знаю кто-то может спасибо скажет я думаю что 50% так точно людей об этом знают и сейчас начнут в комментариях бомбить да что ты рассказываешь мы это все знаем ребята вы знаете другие не знают с каждым днем я так понимаю что самогонщики в наших рядах пополняются и пополняются и кто-то до этой информации еще просто не дошел вот что еще рассказать давайте затронем тему углевания много раз в своих роликах я говорил что я не углюю ни в коем случае я пробовал но это это прям водяра даже еще хуже чем водяра магазинная вот ну не знаю кто углюет ребят извините это опять же только лично мое мнение кокосовый уголь ну это фуфло все фуфло прям натуральное не знаю какие-то есть другие добавки там космогоны еще что-то не пробовал друзья космогон не пробовал может я ошибаюсь может по-другому он как-то называется но не суть может быть что-то и лучше там становится о чем не пробовал чего не пробовал о том не привык говорить и размусоливать вот это как я гадалка аза без глаза то есть гадать на кофейной гуще не хочу и вам рассказывать эту пуфту чушь и бред это вот хочется хочется сказать еще свое мнение по поводу марганцовок там очищение не знаю молоком там еще чем-то ребят категорически негативное отношение у меня ко всему к этому скажу сразу что марганцовкой не пробовал и не собираюсь немножко когда-то почитав об этом там да там люди пишут и хорошее и плохое но нет это не про меня только натуральное вот и все ребят ну наверное на этом и закончим мои ролики и так всегда длинные и многие их поэтому и не смотрят не хочется надоедать людям да поэтому литр 250 спирта заливаем водой 3 ложки декстрозы на кончике ножа хотите на кончике ложки ванильный сахар все напиток питки постоять ну хотя бы пару дней это вот ну минимум так можно конечно я говорю сразу пить но желательно чтобы немножко все это дело поженилось собственно и все если что-то забыл ребят пишите в комментариях поделитесь этим видео кстати никогда не вернее может когда ты просил вот попрошу поделиться вас этим видео там с друзьями не знаю со знакомыми так видео уходит в топчик и в наборе в поиске на что на дзене что на ютубе оно где-то в рейтинге в лидерах вот поэтому попрошу вас и еще такая просьба ребят не то чтобы у меня фантазии не хватает о чем снять там следующий ролик последующий или еще какой-либо обращаюсь к вам чтобы понять ваши интересы что чего бы вы хотели увидеть на моем канале напишите пожалуйста в комментариях если не трудно конечно вот не обещаю что сразу же по вашему запросу выйдет видео конечно так не получится но тем не менее хотелось бы понимать что хотят мои подписчики планов всяких разных на видео у меня вагоны маленькая тележка но я понимаю что некоторые видео не совсем не всему количество людей могут понравиться зайти или вообще будут ли они интересны то есть есть те видео такие знаете узконаправленные которые из моих 47 тысяч подписчиков будут интересны только там 2 тысяч поэтому хотелось бы понимать в общем что бы вы хотели увидеть ребят ну давайте заканчивайте прощаться и так наболтал как всегда слишком много ролик наверное опять длинный получится что хотелось бы пожелать вам всего самого самого хорошего самое главное вкусных чистых напитков вот как всегда мирного неба над головой хорошего оборудования в общем все в кучу как всегда здоровье счастье любви все всех поднял обнял заплакал пока и как всегда я что-то забыл дополняю информацией этот ролик после вот этих всех манипуляций которые мы с вами уже сделали да ориометр ваш плотность блин чуть не разбил плотность продукта меняется я не знаю в какую сторону это сейчас наболтают в общем ориометр после этого показывает 37 градусов вот из 40 градусного из 40 процентно-спиртуозного напитка вот это выдал ориометр показывает 37 градусов процентов не градусов процентов рефрактометр же показывает 43 то есть этот 3 в большую сторону а вот этот 3 в меньшую сторону ребят Как бы так Все, опять всем пока